Коли компания вытворца ладзить ширый диалог со спажутцами продукции, деля агульного здоровья и добробыту, вот что такое актуальный тренд. Увынеку 9 встреч на протягу 9 месяцев. Однако масштабный социальный проект Клуб Экспертов Малака, у яким пошастила поудельничать амаль 200 гостям, нельга назвать новонародженным. Треба ж целком сформированным. Бо нехай каждый раз была новая тема, новые майстер-классы от докторов практиков, новый рецепт от талиновитого шефа и новые удельники, али организаторы выполнили свою программу максимум. В первую очередь мы хотели развенчать молочные мифы, познакомить людей наших гостей с молочным производством, как производится натуральный молочный продукт. А также рассказать немного о СОЖ, познакомить людей с ассортиментами нашей компании и научиться разбираться на огромной молочной полке. Я пришла услышать и посмотреть, как работает завод. И ухожу с таким волнением и огромным впечатлением, честно скажу. Стоило посмотреть на самом деле, потому что представляешь себе в жизни, знаете, по-простому. Просто приехало молоко и уехало. Насправишься вельми складано и докладно, а лиминовито за тем, как звучанным людям было просто. Учим и переконалися, будучи эксперты, коли трапили на экскурсию у вытворчая цехи. Однако, напраконцы сустречи, перш про тое, что скурах это такие же органы, як истраунник, гостям распавел урач-дерматолог. Посляш отказал, что сам якспоживец берез молочной полицы. Я, когда захожу в магазин, я стараюсь выбирать, например, продукты, которые не содержат наполнителей. То есть, это может быть, например, кефир, творог, например, с которого можно приготовить и пудинги всевозможные дома самостоятельно. Главное, чтобы люди поняли, что принципы правильного питания не так уж сложны. Сначала план был, кстати, в виде большого торта сделать. Но хотелось вам индивидуально каждому маленький тортик. Натхненный имбирным перником шеф-кухар Леонид Степкин пропоновал гостям рецепт на основе пухкого сыра. Десерт этот у Франции отримал мишленовскую зорку. Экспериментовать с савушкиным продуктом, тлумачу Леонид, легко не только в ресторане, а и на обычайной кухне. Я уже готовил из этого сыра чизкейк и очень достойно получилось. Даже оценили наши коллеги, которые приезжали из Москвы, то есть шеф-повара, им очень понравилось, они были очень довольны. После экскурсии на заводе усеудельники клуба «Экспертам молока» отрымали сертификаты и кулинарные к нею подарунок. И уже сами подводили вымики. Наверное, на то, какой будет выбор уже в магазине молочной продукции, савушкин продукт завоевал какое-то уважение и доверие. Это точно. Очень грандиозно. Масштабы, конечно, впечатляют. И масштабы производства, масштабы поступления, масштабы охвата территории, переработки всех этих материалов. Проект «Клуб экспертов молока» – это часть нашей социальной инициативы «Савушкин за здоровье нации». И мы в следующем году планируем продолжать развитие нашей инициативы. И она будет выполняться новыми масштабными республиканскими проектами. Какие будут проекты, пока секрет. А те будут ждать уже горы Брестшины, эти новые проекты. Те необходимы, эти людям. Конечно, необходимо, чтобы мы окончательно уверились в абсолютном качестве молочной продукции. И еще раз убедились, что белорусская – это самое лучшее.